Ассаламу алейкум, дорогие друзья! Добро пожаловать в мой YouTube-канал. Меня зовут Бердубик Менов. Я бизнесмен-предприниматель из Туркмении, который создал 27 лет свою миллион-долларовую компанию. 28 потерял, 29 он еще раз создал. Иншаллах, история продолжается. Если хотите узнать про меня побольше, подпишитесь на мой YouTube-канал, смотрите предыдущие видео, ставьте лайк и, соответственно, еще у меня есть Инстаграм, там 1 миллион подписчиков. Итак, сегодняшняя тема. Какие советы дал бы начинающим предпринимателям? Итак, ребята, вы готовы? Поехали тогда! Совет номер один. Будьте терпеливы. Я бы, наверное, это самый главный совет давал, потому что в бизнесе изначально всегда будет очень-очень много испытаний. И вам каждый раз захочется просто все бросить и пойти работать по обычным сотрудникам, давайте возьмем того же самого банка или других деятельностей. В этот момент помните, за каждой тягостью наступает облегчение из Священного Корана. Или сахар на дне. Помните про это тоже, хорошо? Обязательно. Поэтому, дорогие друзья, терпение самое лучшее лекарство. Второе. Совет номер два. Бизнес никогда не стройте своим лучшим другом, женой, тетей, дядей, вот эти все родственники, друзьями. Она приведет к вас к разрушению. Потому что я очень много раз на своей шкуре видел это. Есть такие бизнесы, которые семейные бизнесы, но он очень сильно редко, но или он очень уже определенное время прошло от отцов, дедов, прадедов прошло. Всегда деньги людей путают. Поэтому старайтесь, пожалуйста, выбирать своего правильного партнера. Заранее все прописать договоры. Что кто за что отвечает и что если будет кто когда разрушится компания. Третий совет, я бы сказал бы, прежде чем как бизнес начать, обязательно оцифруйте вообще весь бизнес. Сделайте юнит экономику. Юнит экономика это такая вот таблица. Хотите вы открыть интернет-магазин одежды. Что для этого нужно? Какие расходы у вас бывают? Логистика, сотрудники, закуп товара, оформление и многое другое. Вот это юнит экономика. И от этой юнит экономики вы смотрите сколько вам месяцев придется работать, чтобы выйти в плюс. Это называется точка безупыточности. Точка безупыточности в любом бизнесе вы понимаете, что она может быть разной. Некоторые от двух месяцев до через два года только окупается. Поэтому если вы не посчитаете юнит экономику и финансовую модель, то вашему бизнесу будет рано или поздно конец. Не стоит начать там твое дело. Ай брат, давай поехали, да нормально все будет, хорошо будет. Ничего не нормально. Мы же друзья в эйфории вот этого эмоциях не стоит открывать в бизнесе. Пожалуйста, не открывайте в эмоциях бизнесе. Не просчитав весь бизнес модель и не протестировав это или не узнав это у экспертов. Четвертое. Не изобретайте велосипед, если она уже изобретена. Посмотрите, если что вы хотите создать, учитесь у лучших. Если вы хотите открыть тот же самый интернет магазин одежды, скопируйте у лучших. Допустим, у меня можете скопировать. Или же пройти наше наставничество. Как мы это делали, как прошли. Сейчас я обучаю нескольких своих учеников в наставничестве полностью с нуля. От и до. Как открыть, как не совершить наши ошибки. Мы очень много совершали ошибки. Не нажимайте на наши грабли. Учитесь у лучших. Даже пример приведу. Сначала был создан Амазон. После Амазона уже Алиэкспресс. Ибэй, потом Алиэкспресс. Алиэкспресс, по сути, скопировал полностью Джеффа. Валберис, российский бренд, полностью Джеффа копировал. Все маркетплейсы, они копировали у Джеффа некоторые идеи. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому не стоит, запомните эти слова, не стоит изобретать велосипед, когда этот велосипед уже изобретено. Обязательно, пятое правило. Не забудьте от своего дохода 10-20% откладывать куда-нибудь, так скажем, финансовую подушку. Обязательно. Не забудьте про этих денег, условно. Заработали 10%, дайте маме, папе или там банк положите, или что-то в этом роде. Отложите, и тогда, когда-нибудь вашему бизнесу эти деньги очень-очень много помогут. Шестой совет, это самый важный совет, давайте я так скажу. Это не забывайте делать благотворительность. Из той суммы, которую вы получили, обязательно умейте отдавать. Как говорит Существующий Аллах, он любит дающую руку. Дающему я тоже дам, говорит. Поэтому послушайте это внимательно, и не забывайте благое делать. У меня очень много двоюродных братьев, которые живут в Кислорбате. Они продают корм для кур. Они очень живут бедно, и я стараюсь и туда успевать, и иногда оплативать за обучение незнакомых мне студенток, студентов. И детские дома я хожу. Стараюсь это делать. Кто-то говорит, это я делаю на показуху. Нет, ребята, это чтобы некоторых людей мотивировать. Я знаю, что когда правая рука дает, левая не должна видеть. Я это прекрасно понимаю, так что мне не стоит учить этому. Я знаю, что он говорит в священном Коране, я читал это лично сам. Условно, ты заработаешь 100 наград, то ты получаешь не 100 наград, допустим, 20, 80% ушло, потому что ты показал. Но если, увидев это, кто-то сделает еще такой же, О, Берды сделал такое, благое дело, пойду-ка я тоже сделаю. Кому-то такую же дал мотивацию, тогда его сова, его награда тоже тебе половина напишется. Совет номер 7. Ребята, читайте очень много книг. Очень много сейчас есть. По телеграм-канале есть аудиокниги, которые подкасты. Допустим, если вы не любите читать, есть аудиокниги, которые просто правильно рассказывают основные суть этой книги. Буквально 15-20 минут он рассказывает. Восьмой совет. Подпишитесь на правильный YouTube-канал. Если вы хотите стать пекарем, учитесь у пекаря, как говорится. Смотрите, кто делает уже ваше дело. Кто-то, если вы хотите стать программистом, посмотрите, как программина канала подпишите. Если хотите стать маркетологом, очень много маркетологов есть, подпишитесь на это. Если вы хотите стать продавать на маркетплейсе, подпишитесь на маркетплейс канала. И все, вот так, вот так изучайте все. Девятый совет. Подпишитесь на правильные каналы в Телеграме и ВКонтакте. И десятый мой совет, наверное, будьте здоровы, берегите свое здоровье и не забывайте отдыхать. И изучите, что такое КПД. КПД это коэффициент полезного действия. Не нужно полностью погружаться на работу, потому что, возможно, потом падает КПД и вы будете уставать. И, понимаете, работа пойдет тяпляп. Я желаю всем вам удачи, берегите себя, не забудьте подписать на канал. До скорых встреч!